и проект про который я буду рассказывать называется команда бизнес-драйв и формат которым я буду об этом рассказывать называется выступление каждого то есть выступление капитана подразумевает что проект стартанул достаточно давно и не развитие то есть проект называется команда команда бизнес-драйв и он стартовал давно и вообще идея этого проекта еще была собственно одной из первичных предпосылок создания клуба и вообще клуб создавался не вот так каким он сейчас стал он таким стал вот буквально как бы таким каким-то таким естественным способом развития самого-самого-самого начала это была вот такая штука была идея создать некую систему система на сегодняшний день система создана называется комплексная коучинговая система управления предприятием как особо бизнес-драйв бизнес-драйв и это один из проектов нашего клуба отдельный проект достаточно большой я сейчас про него говорить не буду рассказывать не буду единственное скажу что вся идея этой системы заключается в одной мысли и мысли звучит так работа как пространство для самореализации человека то есть эта система она описывает пошагово и предлагает варианты инструменты как из бизнеса создать вот эту работа как пространство для самореализации человека и система сейчас есть присутствует и 41 видео урок рассказывающий про это и еще изначально два с половиной года назад была идея что если такая система будет существовать то тогда на рынке если у нас есть рынок на рынке может быть существовать потребность некоторых предприятий или бизнесов в том чтобы развиваться опираясь на эту идею то есть работа как пространство для самореализации человека в каком смысле то есть в том смысле что это полная противоположность от директивного управления директивное управление я знаю как правильно я говорю тебе что надо делать иди это делаете дает для этого ресурс после этого я контролирую если ты хорошо делаешь то что я тебе говорю я тебе даю за это денег если ты плохо делаешь тогда я тебе как бы говорю чё как или увольняю то есть а это соответственно противоположная как бы ситуация и она выглядит больше вот так вот у меня есть мечта я двигаюсь вот к этому кому интересно двигаться туда же мне интересно твоя какая мечта моя мечта вот такая моя вот такая моя вот такая каждый человек определяется что интересно ему и тогда люди договариваются друг с другом как они объединяются для того чтобы двигаться вместе одновременно двигаясь по направлению к мечте человека который держит целостность то есть лидера и соответствующие законы и там взаимодействие они разные то есть и возвращаясь обратно если есть предприятия бизнеса у которых есть некая потребность в том чтобы руководить не директивно а как-то по-другому то тогда на сегодняшний день вот проект называется командный бизнес-драйв командный бизнес-драйв что это такое на сегодняшний день это люди с разными компетенциями и специализациями которые приходят на вот существующие бизнеса допустим это видят допустим это сотрудники и человек уже двигается уже двигается как-то так уже двигается как-то так и он понимает что директивное для него не работает и он хочет что-то по-другому тогда команда бизнес-драйв это те люди специалисты компетенции которые приходят вот в этот бизнес и спрашивают у него хочешь поддержки помой мы можем тебе помочь поддержать тебя развернуть в свою компанию сделать реструктуризацию согласно вот этой системы системы пока суши бизнес-драйв если он говорит что да ну допустим ему это интересно тогда команда бизнес-драйв заходит и делает это в чем интересность проекта и собственно говоря самой команды некая интересность заключается в том что на сегодняшний команда бизнес-драйв стартовала нас 25 человек на сегодняшний день объединившихся и объединение произошло вокруг вот этой вокруг вот этой идеи и компетенции к на который на сегодняшний в команде присутствует первая компетенция это коучинг сертифицированные специалисты коучи вторая это консультанты по бережливому производству или по лин третье это специалисты по форсайт технологии форсайт знаете что такое технология форсайт что-то это каждый из этих вот вещей это это много-много-много-много-много инструментов технологии методологии разработанных наработанных фишечков то есть это что-то много бережливое производство лин это много-много-много вот такие книжки написаны там свои законы последовательности там и тогда и тогда то есть это целая как бы наука форсайт это такой специальный способ думать о будущем и принимать решение сегодня исходя из парадигмы будущего такой прорыв в будущее а что будет через 50 лет а через 50 лет мы представляем будет вот это и тогда если это через 50 лет будет то что мы делаем сегодня исходя из того что будет через 50 лет это такой способ думать ну и там свои методологии, то есть как бы там свои инструменты того, как это проводится, штурмы, мозговые штурмы и так далее. Четвертая компетенция – это финансовое управление. И финансовое управление – это финансовые консультанты, которые приходят на предприятие и ставят управление финансами на базе программы «Эсфинанс», которая и написана в стенах там, где мы сейчас сидим. Финансовое управление – это четвертое. Пятое – это ТРИС, теория решения изобретательских задач, которую придумал Альтшуллер. И это большая-большая основа, то есть достаточно большая система со своими законами, целостная система, вот. Это ТРИС. Шестое – это системные расстановки по Хеллингеру. Кто-нибудь слышал про системные расстановки? А где же тогда расскажу, что такое системные расстановки, потому что эта дюжа прикольно и вообще из разряда, можно сказать, мистики. В общем, системные расстановки по Хеллингеру. Что это за методология такая? Выглядит это так. Вы приходите на системные расстановки и говорите, у меня есть запрос или вопрос. Допустим, какой-то на бизнес. Допустим, у вас может быть такой простой вопрос, а как мне построить там прибыль в своей компании на ближайший год? Допустим, вот такой вопрос. Вы приходите на системные расстановки и в системных расстановках есть люди, их называют фигуры, которые тоже туда пришли. То есть это такие, могут быть специально обученные люди, могут быть не специально обученные люди, но это люди, которые так или иначе достаточно легко реагируют на энергетику. И происходит это следующим образом. Выставляются фигуры, ставится задача, как будет развиваться, допустим, требовать в течение года. Ведущий. Есть всегда ведущий. Вот тот, который, собственно, владеет и знает методологию расстановок. Он предлагает за спрашивающий вопрос в пространстве расставить людей. Говорят, допустим, вот ты прибыль, ты там такой-то сотрудник, ты там конкуренты, ты там, допустим, там партнеры, ты там успешное будущее. То есть определяются фигуры и человек расставляет эти фигуры в пространстве так, как ему комфортно, как он думает, что они в пространстве располагаются. Дальше наступает следующий прикол. Прикол заключается в том, что после этого ведущий говорит, а сейчас фигуры, вот там минутная пауза, пространство энергетики накладывается на этих людей и они начинают себя как-то вести. Один человек говорит, ой, я хочу лечь. И говорит, я ложусь. Говорит, ой, мне вот почему-то хочется отвернуться от этого и вообще вот так забиться в угол и там упасть там и так далее. То есть наведенная энергетика начинает управлять поведением этих людей. И они, прислушиваясь к себе, ведут так, что им сейчас как им хочется. И в результате через какое-то время эти люди начинают занимать какие-то другие позиции. Они переходят сюда, второй сюда, третий сюда, прибыли в бал, лежит там, бьется в экстазе. Прикрасное втудыщее ушло за дверь. Да, втудыщее ушло за дверь. То есть как бы а сам собственник там лежит, там фигура изображающая собственника. Меня давит, меня сверху давит, там закрытая другая. Конкуренты сидят сверху, болтают точками. Да, то есть и в этот момент ведущий, но часто спрашивают, вот тут задавающий вопрос, вам эта ситуация о чем-то говорит? Ну и я сам делал в обстановке, там сидят пару раз, то есть вау. То есть там, ну то есть только ты начинаешь понимать такие вещи, а дальше начинается работа с энергетикой. И это вот, короче, начинает там, там ты встаешь с фигурой, начинаешь там подходить к конкурентам, начинаешь с ними разговаривать, что-то с ними делать. И короче у людей начинает исправляться. То есть он говорит, ой, нормально, я тебя нормально вижу, там, ой, я выпрямляюсь, там, ой, у меня там все в порядке, там, и так далее, и так далее. То есть начинается вот буквально там за 15-20-30 минут путем там простых, там, через фигурами общения, они начинают вести себя по-другому. В результате в итоге все выстраивается так, как оно должно быть выстроено. Собственник смотрит на прибыль, команда стоит рядом, там конкуренты там где-то далеко в углу, там, ну и так далее. То есть каждый занимает в пространстве свое положение. И на этом расстановка там заканчивается. Ну и в процессе всего этого там много инсайтов, там понимания и прочих разных вещей. В общем, системные расстановки по Хеллингеру, это называется штука, по Хеллингеру. И есть бизнес расстановки, есть семейные расстановки, ну и в общем то есть как бы это выглядит вот так. Специалисты по системным остановкам по Хеллингеру входит в команду бизнес-драйв. И как раз последняя, седьмая компетенция, это IT-автоматизация бизнес-процессов. То есть вот такие компетенции на сегодняшний день в команде есть. Нас двадцать четыре человека на сегодняшний день. Всех нас объединяет вот такой подход к жизни и вот такой подход к бизнесу. При этом каждый владеет своей компетенцией. Ну то есть своей компетенцией. И каждая из этих компетенций, вот в принципе, только одна из этих компетенций может закрыть любой вопрос в бизнесе, который есть. То есть у коучинга достаточно методологии для того, чтобы просто самостоятельно это сделать. У ЛИНа достаточно методологии по мощности, чтобы это сделать. Форсайт решает одну только часть, то есть какую-то узкую часть. Финансовое управление решает какую-то узкую специализированную часть. У ТРИЗа достаточно методологии, чтобы это сделать. У системных расстановок может быть. Но и IT-автоматизация основных, ну как бы специализация. Но можно себе представить, что если у каждого из них достаточно, скажем так, мощности, чтобы решить любую вопрос. Но у каждого есть своя все-таки специализация. И в этом смысле вот эта команда на сегодняшний день мы есть, существуем, собираемся. Вот как раз вот здесь вот собираемся. И то, как мы образованы, мы образованы по принципу артелей. То есть мы это группа специалистов, которая само образовалась, само регулируется, само поддерживается и так далее, и так далее, и так далее. То есть способ управления организацией самой группы это самоорганизация и самоуправление. последнюю, наверное, штуку расскажу. Интересную, потому что это мы вот придумали так сами для себя. То есть понятно, что у команды есть ядро. Ядро. То есть ядро это уровень, это люди, которые отвечают за целостность всего происходящего в команде Business Drive и отвечают за все самими собой, за все косяки, которые здесь могут быть, закрывают эти косяки и так далее. Так вот, мы интересно придумали такую штуку. Вопрос совладения. То есть кому принадлежит команда Business Drive и в каких процентах, собственно, вечный вопрос, а сколько это и как. И понятно, что клиент, короче, придумали очень интересную фишку и назвали ее динамическое совладение. И динамическое совладение выглядит следующим образом. На сегодняшний день в ядре находится 12 человек. У этих 12 человек на сегодняшний день у каждого из них есть какое-то количество процентов из 100. Одинаковое. Разное. Какое-то количество процентов. Дальше мы сейчас только начали существовать. Буквально месяц тому назад было первое собрание. У нас сейчас идет самоопределение. Мы сейчас фотографии выкладываем. Вот все, кстати говоря, есть команда Business Drive, есть внешний сайт. Там будут видны фотографии нашей регалии и нашей компетенции. Все это будет. А прикол, который я хочу сейчас рассказать, он следующий. То есть как одна из фишек, как запустить совладение. Мы придумали штуку, которая называется динамическое совладение. Динамическое совладение. В чем ее прикол? Он в том, что каждые два месяца каждый из 12 человек два своих процента распределяет по своему собственному усмотрению среди оставшихся других членов ядра. Если ты всем не нравишься, то через какое-то время у тебя кончатся твои проценты. То есть динамическое совладение таким образом запускает механизм, по которому в ядре, то есть люди, которые отвечают за целостность всего происходящего, и чтобы вот этот вот человек был доволен и действительно получил то, что нужно, запускает механизм, по которому в ядре остаются те люди, которые действительно своей деятельностью работают на идею создания. или которые умеют договариваться. Или которые умеют договариваться. Но важно здесь...то есть достаточно много. Ну, и которые умеют договариваться. ну в общем вот вот такая вот мы экспериментируем мы все как бы понятно как бы там и с мозгами и приход новых сюда соответственно то есть пришел человек но пришел сюда начал работать включил слова у ребята то есть как бы начал работа действительно на идею на команду на всех то есть и тогда его естественным образом он он заходит в ядро то есть этот способ при котором человек может стать соучредителем благодаря своим действиям и кто это оценивает но еще раз хочу сказать что это мы относимся к этому знаете как мне очень нравится фраза что хорошее дело невозможно сделать с умным видом лица то есть в том смысле что хорошие дела с умным видом не делаются то есть мы понимаем мы запускаем игру сами для себя и мы понимаем что это мы ищем инструменты которые нам помогают сама договариваться саморегулироваться и понятно что мы с мы все там очень разные и мы там все очень как бы ну как обычно вот но мы осознанно ищем инструменты которые помогали бы нам самоорганизовываться потому что фишка именно в этом работа как пространство для самореализации человека это когда каждый двигается к своей мечте каждый и в этот момент все у всех есть никакой и некий результирующий вектор потому что понятно что есть нет результирующего этого идет своей мечте это дает к своей мечте этот человек ребенок реально идет к своей мечте по пути случае саксон организации но все это в итоге складывается в результирующий vector результирующий века направлены на мечту покупателя. Потому что, если команда не двигается на реализацию мечты покупателя, она выбрит рано или поздно. Вот, что я хотел рассказать. Для того, чтобы понять, в том числе. Но мне вот рассказал, какие есть вопросы, мысли, идеи, замечания. Нашлись уже люди, кто из этого запросил? Да, сейчас идет проект. Вы несете ответственность за то, что вы делаете? Да. Это самое главное. На сто процентов. Работа приходит и говорит, так сколько у вас прибыли? 500 тысяч. Умножится в 10 раз через 2 месяца. Если не умножится, мы вам сами из своего кармана выложим 500 тысяч. Это если цель – деньги. Но так как наша цель – не деньги, а создание пространства работы как самолизации человека… Ты будешь балдеть на работе, но… И сотрудники тоже там забалдеются иногда. Извините, семье не будет нечем кормить. Причем, да. Просто мне, когда такие… Я тоже позитивно отношусь ко всем. Я со всем… Ну еще там что-то такое интересное. И когда мне ребята заходят с таким… Игроответственность возьмете на себя на финансовую сторону, никто не берет. И правильно делать? А почему? Потому что к результату идет не мы, а человек идет к результату. И здесь ответственность, когда я говорю «ответственность на 100%», я имею в виду, что консультант или человек, заходящий в компанию, только он сам внутри себя по-честному может определить, насколько он на 100% сделал действие, помогающему этому человеку двигаться к его цели. И в конце концов, в момент оплаты у нас есть… Мы тоже сейчас над этим думаем. Мы платим за результат. В чем заключается результат? Результат определяет сам человек. Работа сделана, и он решает оплачивать деньги за эту работу или нет. Вот проверка на… Нет, просто они страшно опасны. Вы же меняете стиль управления полностью. Соответственно и кадровые перестановки и сыпется, и ломается. И сопротивление встречает даже со стороны собственных на ваши действия. Все новое на себя встречается. Именно поэтому, если мы говорим про систему… «Ах, вы, сволочь, зашли, приедут…» Именно так. Именно поэтому изменения не могут производиться. Изменения делают собственник или лидер. То есть он спонсор изменений, он как бы руководитель проекта своих изменений. И в этом смысле ничего не делается в компании без его понимания того, что он делает. Ничего. «Чем с ним работаю? Вы ему расскажете, какое изменение, что он встретит сопротивление, что он недоволен сначала вашей работой? Недоволен тем, что с ним происходит, с его командой и так далее?» Да. То есть… Да. «Молодец. Беседные ребята…» «А клиент в крупной компании, с ним тоже работают?» «Вот у нас это происходит следующим образом, если мы сейчас про это спросили. То есть есть сайт «Стаж внешний», на котором каждый руководитель бизнеса может оставить заявку. Заявку в виде любую заявку. «Ребята, я посмотрел вашу систему, мне интересно». «Что вам интересно? Как интересно?» После этого можно конкретнее сказать, в чем задачка. То есть в чем задачка, что конкретно болит или что конкретно хочется, куда конкретно хочется сдвинуться. После этого у нас в команде определяется АРПФ. То есть человек, который едет на переговоры, определяет… У нас, собственно, производит диагностику, определяет потребность. В чем, как, как, что за человек, каким образом хочет. Действительно не хочет, беремся, не беремся, выполним, не выполним. Ну и так далее. То есть мы понимаем, что условия должны срастись. После этого АРП, который туда съездил, возвращается к нам в команду и говорит, «Вот, ребята, есть такая задачка». Либо он ее продолжает вести, я ее продолжаю вести, набирает команду, которую он считает нужным набрать под эту компетенцию из всех, которые здесь есть. И он заходит сюда. И еще раз, мы не консультанты, которые знают, как правильно. То есть коучинг, он вообще не об этом. Коучинг говорит о том, что только сам человек знает свой ответ на свой вопрос. Вопрос в том, что это не находится в зоне его осознавания, это другой вопрос. Но он знает свой ответ на свой вопрос. И мы что делаем? Мы поддерживаем эти изменения. Изменения не мы делаем, мы их поддерживаем. И поддерживаем их так, если человеку нужна консультация, да, пожалуйста, вау, сколько здесь всего, можем наконсультировать. Но если нужна консультация. Если нужна поддержка, то есть что, как, каким образом, что ты хочешь. Форсайт – это будущее и стратегия развития. Три – это, может быть, если есть производство и вообще есть какой-то затык задачки, который нужно решить. Системные установки по хейтингеру тоже можно применить. В зависимости от того, что нужно реально и необходимо, это предлагается. И почему я говорю, что есть система бизнес-драйв. Она включает в себя не хаотичность того-того-того-того-того, сваленное в кучу. Что сейчас представляет из себя знание бизнеса? Это вау всего в кучу, и оно многое не состыкуется друг с другом. Мы говорим о том, что все, что мы предлагаем, заранее систематизировано и заранее находятся в некой системе, в некой последовательности. И все эти компетенции состыкованы по принципу вот этой системы. То есть они заранее задваны. И саму систему можно понять. То есть все абсолютно открыто. То есть все, что можно сказать и открыть – открыто. Сама система открыта, кодекс компании открыт. И мы не играем с закрытыми глазами. Как раз наоборот. И мы понимаем, что движение вот этого человека, по большому счету, лидера – это движение в его жизни, в его самореализации. Потому что каждый бизнес для нас – это вызов. И это те наши опыты или ошибки, или жизнь, которую хочется прожить, понять, пережить в своей жизни. Свои ошибки хочется набить. И мы подходим к жизни как? Набивать те ошибки, которые тебе хочется набить, опираясь на чужой опыт там, где хочется опереться. Но мы не подходим, что мы знаем, как правильно. Нет, правильно. Человеку нужно, и когда человек говорит, если мы видим, что человек плывет по направлению к водопаду, в смысле вниз, да, он говорит, ты плывешь по направлению к водопаду. Обрати внимание, ты плывешь по направлению к водопаду. Мы убеждаемся в том, что ты понимаешь, что ты плывешь по направлению к водопаду? Да. Тогда погибли вместе. Почему так? Потому что человеку надо прожить эту часть на собственном опыте, а не на чужом. Ему хочется действительно понять, а почему нельзя, а что не сработает. И только так мы понимаем, что на самом деле, как эта жизнь устроена, как мне, как лидеру, влиять на эту жизнь. Вот в этом смысл. Мы доплываем до водопада. А, так там водопад. Ну, е-мой, так вы сразу сказали. Мы разворачиваемся и уже уплываем от него. Чем, когда на одном месте водопад, и все в одну сторону, он крутится на месте. Ну, чаще всего так происходит. Мы догребаем, убеждаемся, водопад, понятно, погибли обратно. И это быстрее. А были компании, в которых уже в этой комплексно-то работали? Значит, еще раз, мы организовались месяц назад. В самой системе порядка меньше года. То есть, там, 6 месяцев. По сути, все это сейчас представляет из себя, вот есть идея. Все остальное... Идея, она выражена на сайте 40 роликов. Да. Вся система, вот 41 видеоролик, я там рассказываю полностью, последовательно, что система, какие у нее опорные точки. Это все, что вот как раз то, что я рассказывал, только я там не договорил. Вот, все вот об этом. То есть, и еще раз, то есть, как бы, мы говорим, что нет истины, нет ее. Есть, мы говорим, что просто есть одна идея. Работа как пространство для самолизации человека. Таким образом, мы отсекаем много и сразу говорим, это не наше. Не хотим. Хотим вот так. А как? Давайте думать вместе как. Вот в чем идея. Мы не знаем как. Мы хотим вот так, а давайте думать как. И в каждом случае, каждый человек уникальный, каждая компания уникальна. И то, что происходит здесь, будет уникально. Законы есть. Есть законы коучинга, бережливого производства, форсайта. Вот они. Но это как шаблоны. Можно обратиться к ним. А там как? А там вот так вот так. Ага, я для себя выбираю вот это. Берешь вот это, приносишь компанию, приращиваешь. Срослось? О, классно, срослось. Не срослось. Выбросили. Потащили что-то еще. Потому что нет правильного развития. Нет правильного. Мы не говорим, что равно деньги, много денег. Это и есть хороший бизнес. Мы не говорим так. Ну, тем не менее, все крупные компании. И вы быстро очень меняете. Мы не меняем быстро. Директор скажет, а все, у всех уже. Мы не меняем. Мы ничего. Ну, директор скажет. Директор с вашей подачи. Семья такая. Ну что, время совершилось. Решила вам спасибо. Что для меня было ценного? За эти 20 минут. Ну вот, я так про команду еще не рассказывал. То есть, и, конечно, и я так сейчас пока рассказывал, но смотрел внутренний взор на то, как оно, в принципе, все развивалось. И, конечно, мне было важно проговорить это. Ну, вот просто проговорить, да? То есть, как бы, и вот почувствовать, что ли, такую обратную связь через глаза, через внимание, через что-то вот такое. Вот это было гимнационное связь, да? Правда, спасибо. Несколько я понимаю, в каждой из этих областей, там, ты сильно писал, да, там, специалисты, действительно, которые добились своей области высоких. Да. Или система, допустим, бережливого производства, она работает там на Тойоте, еще да. Да, 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 да. То есть, не с ней была какая-то взятая теория, или не просто человек, который влекся коучингом и хочет поработать экспертом в команде. Это человек, который уже много работал. Нет, здесь каждое, это лидеры, я бы不要 даже сказал бы, лидеры рынка на сегодняшний день, то есть, лидеры рынка по коучингу, лидеры рынка по бережливого производства, реально лидеры по форсайту, это вот как, как единственная команда, финансовое управление, лидеры по Новосибирску в этом ФТРИС, лидеры СО-лидеры, то есть, как какой-то вот это, ну, может быть, только вот в этом не особо лидеры. Но все остальные, это как раз на сегодняшний день лидеры рынка, то есть компетенция. Каждого из них, у каждого из команды есть своя специализация. Каждый зарабатывает на этом, на этом, на этом. Да, они уже заработали денег, это у них... Мы просто такой... Это такая конгломерация на... То есть фактически мы себя видим, что вот таким составом, и может быть еще люди будут приходить, мы сможем просто решить любую задачку, любую интеллектуальную задачку, уровня города, области, федерации. То есть мы вот куда-то смотрим. Отдел продаж у вас есть? А не студентов, да? Отдел продаж, его нету. Почему? Потому что есть еще раз сайт, на котором можно ставить заявку, а дальше все то, что делается, сводится к этому сайту. 41 видеоурок ведет к этому сайту, то есть мои поездки рассказывают про систему ведут к этому сайту, люди заходят, то есть идет общение, вот сейчас я говорю об этом, Клуб Терем часть, одна из частей проекта общего. Ну то есть как бы вот оно естественным образом расходится. Вы знаете, на жилье все выступало, то есть не так, чтобы нету... То есть нету действий напрямую направленных на продажи, нету. Второе, что мы хотим? Лин, бережливое производство. Бережливое производство, Лин. Я еще здесь, я еще в городе. Но тем не менее, все эти люди, они продают свои услуги через команду «Беснестрайл». У них у каждого свои сайты. У них у каждого свои услуги своих команд. Скоро приеду, все, пока. И так тоже. То есть, вот еще раз... Можно. Мы говорим, что мы не... Мы говорим, что мы внутри не... Мы инструмент друг для друга. То есть если... У нас есть свой сайт. Если все компетенции выложены на внешнем сайте с ссылкой на ресурсы каждого. Если человек зашел, посмотрел сайт «Бизнесдрайв», выбрал форсайт, перешел на сайт форсайта, позвонил Жене и сказал, «Жень, мне там есть задачка вот такая вот». Женя эту задачку принял и не принес ее в команду. Это нормально, это правильно. То есть у нас нет, но все открыто. То есть у нас не есть задача, но вот это не источник дохода, что ли. Это пространство для самореализации нас. И мы говорим, что это для нас ценнее, чем доходы. Но есть такая гипотеза, что правильный процесс дает правильные результаты. То есть не может быть не быть результата в виде, если мы правильно двигаемся по направлению к своей мечте. Каждый, если мы еще согласовываемся друг с другом. Потому что количество задачек, их очень много, очень много. Количество профессиональных команд мало, а больших команд, сборных команд еще меньше. Это попытка создать такую команду и двигаться. Ну вот, спасибо.